Всем привет! Салем до старт! И это супер увлекательное шоу про путешествия по Казахстану и название его «Скиривакацию». Это наш очередной выпуск. Меня зовут Жадра, а это Арман. И мы находимся в северо-казахстанской области! Ну что же, Жадра, ты готова к новым приключениям? Я всегда готова. Давай получать наше первое задание. Давай-давай, в предвкушении. Добыть дары природы в северо-казахстанской области. Есть идеи? Есть идеи. Так, так, может быть, ты найдешь нефть, разбогатеешь потом. Прикиньте, друзья, с нами будет миллиардерша. Мне кажется, задание связано с тем, что в северо-казахстанской области активно развивается сельское хозяйство. Это да. Согласен со мной? Вижу по полям. Вперед тогда! Давай-давай. Я твоим полем. Во время путешествия мне и Арману дают задания. Наша задача – выполнить их и найти самые крутые и необычные локации. Того, кто не справится с задачей, ждет суровое наказание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Северно-Казахстанской области очень много мест, где я могу добыть дары природы. Но есть локация, где дары природы спасли целое село. Представьте себе. Для начала я пойду в храм, где мне расскажут пару легенд, а потом мы пойдем добывать дары природы. Представьте, в казахской степи католический храм. В Северно-Казахстанской области Самое ценное в этом храме – это то, что этот храм построен людьми в непростое время, в начале 90-х лет, когда казалось многим, что невозможно, чтобы тогда получить, во-первых, разрешение на строительство храма, и, во-вторых, чтобы люди простой деревни в сложное, непростое время экономически могли за свой счет, собственными силами, построить вот этот храм. И поэтому вот этот храм, в нем вот это ценное, что он построен жителям этой деревни. Что вы знаете об истории Озерна, о село Озерна? Я слышал тут множество легенд. Ну, так вкратке, то, что мне известно, то деревня, она образовалась в 1936 году впоследствии того, что сюда были сосланы польские сельные с территории нынешней Украины. Их привозили в 1936 году поездом в Таньшу, а потом распределяли по определенным точкам. До 1936 года здесь не было никакого поселения, здесь, на этом месте. Я нахожусь в Эмонтау. Казалось бы, обычный поселок, но в прошлом году его посетило 60 тысяч туристов. Я решила узнать у местных жителей, чем они занимаются, как привлекают туристов. И, возможно, здесь я смогу добыть дары природы. В Эмонтау 150 семей занимается цветоводством, 60 пчеловодством. И я приехала в гости к пасечнику, чтобы он помог мне добыть настоящие дары природы. Здравствуйте! Здравствуйте! Жадра меня зовут. Илья. Очень приятно. Мне тоже. Ну что, сегодня я приду на встречу с пчелами. Это очень опасно. Не повторяйте то, что сделают сейчас профессионалы. Вот смотрите, здесь так много людей занимается пчеловодством, растеневодством. У вас, наверное, между вами большая конкуренция. Началось именно с нашего дома. Где-то около 40 человек. Они все уже начали держать пчел только после нас. Все, хватит. С Богом. Мамочка! Ой, Господи. Нет, ну посмотрите, какие соты. Это вот ювелирная работа природы. Вот настоящие ее дары. О, ну они так двигаются у меня, аж голова начинает кружить. Хочется просто, не знаю, отсюда убежать. Данное место, куда я сейчас поднимаюсь, является священным местом для села Озерного. Но в последнее время сюда приезжают не только верующие люди, а также простые туристы. Давайте вместе пройдем и посмотрим. Итак, мы добрались до вакации, до интересной сакральной вакации. И сестра Татьяна поделится информацией, что это за место. Мы сейчас находимся на Волынской сопке. Это 12 километров отдаленное от Озерного, где находится святилище Царицы Мира. И говоря об Озерном, тоже невозможно как бы не вспомянуть это место. Как историки говорят, что Волынская сопка, по-казахски она называется Ахмбеттаут, то есть значит гора Божьего потешения. Умилостивление за грехи наши и всего мира. Будь милосерден к нам, как все равно. Будь милосерден к нам, как все равно. Смертельный номер, демонстрация пчел от Джадры. Сейчас мы просто проверили, нет ли каких-то повреждений в сотах и так далее, и как вообще живет пчелиная семья. Но чуть позже мы начнем собирать мед. Вообще я впервые держала в руках... Блин, мне кажется, у меня что-то в кроссовке. Я впервые держала в руках пчелу и вообще вот эту штуку. Это адреналин на самом деле, ничем не хуже мотокросса. Так, подзвуки пчел. Он, во-первых, теплый. И он как будто более сладкий, что ли. Бывает мед, например, если взять с гречихи, этот мед необходим для людей, у кого мало железа. Если вы помните, моим заданием было добыть дары природы. И сейчас мы все вместе это сделаем. Никогда не думала, что я окажусь в ситуации, когда смогу брать мед прямо из сот. Знаете, пообщавшись с пчелами поближе, я понимаю, что эта маска мне уже не нужна, потому что я больше не боюсь. И все эти стереотипы из мультфильмов оказались просто навязанными и неправильными. На самом деле пчелы очень классные. А вот мое следующее задание. Так, найти сердце Северо-Казахстанской области. Знаете, после того, как я попробовала этот мед, во мне сейчас столько энергии, мне кажется, я могу найти в Имонтау все, что угодно. Не буду терять время, пойду сразу. И вот я нахожусь на озере, которого не было буквально 60 лет назад. И оно появилось благодаря молитвам местных сельчан. Честно, я вообще не рыбак. Вообще. От слова вообще. Здравствуйте. Вы здесь давно рыбачите? Полчаса назад. Полчаса назад. Я вот с удочкой проставил буквально полчаса уже, и пока еще нет улова. Ну, это приманка на карася, здесь поплывочек, наверное, на карася. А вот на личного рыбу, допустим, это окуня, надо с приманками вот такими рыбаками. Научите меня. Спиннинг называется. Хороший. Раз, два, три. Вы видели, ребята? С первого раза получил. Так, дальше теперь. Кольцо закрываю. И постепенно кручу. Ладно, ладно, ладно. Так, 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 крутить, да? Ладно. Я реально звонил рыбу. Окунь, да? Я звонил его сам лично. У-у-у-у! Блин, сейчас рыбу распугать нельзя кричать. Я забыл это правило первое. Выполнил задание. Поймал рыбу. А рыба – это и есть дар природы, который спас этот регион. И, думаю, пора перейти к следующему заданию. Найти сердце с северо-казахстанской области. Это интересно. Это интересно. Сейчас, пока я не представляю ничего. Ну, пойдем. Походу разберемся. Друзья, найти кида в Монтау оказалось совсем непросто. Но сегодня у меня есть сопровождающий, это менеджер по туризму Ильнар. Ильнар, спасибо вам большое. Мое сегодняшнее задание – это найти сердце северо-казахстанской области. Мы идем на гору Казантау, и по дороге я вам расскажу три легенды, связанные с названием этой местности. Начнем с первой и основной. В этой местности жил Иман Бай. Он был богатым человеком, который снабжал батыров на борьбу против джунгар. А также он был целителем, знахарем, уважаемым человеком местности. И в честь него вот все это и назвали. А из рекордов я сюда водил человека, которому было 83 года. Ага. И он выглядел много оптимистичнее меня, да? Да. Он всех торопил туда подниматься. Ребята, занимайтесь спортом, чтобы для вас восхождение на гору было удовольствием, а не таким испытанием. Ребята, кому как ни старцам, ни хранителям легенд знать, где находится сердце северо-казахстанской области. И поэтому я пришел к старейшине этого поселка, которая знает все легенды. Раиса Абдулайвина. Здравствуйте. Режиссер, продюсер дали задание необычное. Найти сердце северо-казахстанской области. Вы мне сказали, что вы можете мне помочь. Конечно, могу помочь. Сердце северо-казахстанской области – это наш остров. Но еще он называется казачий и змеиный. Казачий, потому что там казаки пасли своих коней. А змеиный, потому что там очень много змей. Серьезно? Серьезно. Прям кишат. Прям кишат. Остро. Опасно туда ездить? Да. Ну, не так уж опасно. Там, где камни, а с другой стороны остров Песчан. Я слышал случайно от местных жителей, что есть какая-то легенда про Калчака, который закопал огромное количество золота на этом острове. Это правда? Ну, есть предположение, что на острове. Но вернее всего, это закопан этот клад, как мы думаем, на сопке. Замечательный вид на деревню, на остров. И хотел предложить рассказать вам вторую легенду. Давайте. По второй легенде на горах росли два дуба. Ага. И местные жители разрезали эти два дуба на части и раздали между собой. Ага. Зачем? Ну, как реликвию. Ага. А по древнетюрскому языку, с древнетюрского, иман переводится дуба, и вот в честь этих двух дубов и назвали это место. А вот и озеро Имантау, о котором мне говорила Раиса Абдуваевна. Посмотрите, какой вид. Вода чистая. И вот мой капитан дальнего плавания и лодочка, на которой я наплыву до того самого острова. Острова в виде сердца. И вот мы приземлились, так сказать, на остров в виде сердца, остров любви. Посмотрите. Ну, конечно, вот с этой стороны, если честно, длинуть, он не похож на сердце. Но, как нам сказали местные, мы стоим прямо на самом кончике этого сердца. Ребят, смотрите, смотрите. Какой-то клад. Давайте пройдем. Может, это и есть золото-калычка. Он так спрятан на вид, на месте, и никто его не нашел. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. О-о-о-о. Видимо, это место, куда загадываешь желание и ложишь камушек. Итак, скини локацию, миллион подписчиков. Жадара, мы подошли к самому главному казану в этой местности. Если казан пустой, значит, будет дождь. А он сегодня пустой. По одной из легенд, если пройти вокруг него семь раз против часовой стрелки и верить, что сливается вся негативная энергия, а потом семь раз по часовой стрелке, впитывая всю положительную энергию. И потом, просто поблагодарив все вокруг, то вы приобретаете лучшие качества. Ранее Ильнар также говорил, что это место является местом силы для местных жителей. То есть там, где они получают энергию и верят в то, что есть какие-то высшие силы, которые помогают им жить. Все, я избавилась от всех своих грехов. Ильнар, я не вижу, что там. Так, открываю глаза. Вау, это реально сердце. Посмотрите, друзья, прям реально форма сердца. Это стол от того, чтобы подняться. Но я это почувствовала еще, когда мы уже почти поднялись. Сейчас я уверена, что мне не жалко то, что я выполняла это задание. Можно на это любоваться бесконечно. Посмотрите, какая романтика. Так, задание. Показать историческую ценность. Я думаю, что у местности, которая имеет столько легенд о своем происхождении и названии, по-любому есть какая-то историческая ценность. И я уверена, что я ее найду. И вот, друзья, я на самой вершине вроде бы этого острова. И сейчас, на мой взгляд, он не похож. Не похож на сердце. Ребята, подожди. Уже задание. Я не успел еще закончить это задание. Или до конца завершить. И уже мне дали новое задание. Итак, ребят, смотрим дальше. Найти. А, найти и показать историческую ценность северо-казахстанской области. Ну, я думаю, с такой историей, с такой природой мы обязательно что-нибудь найдем. Let's go! Я нахожусь в урочище Батай. Именно здесь впервые была приручена лошадь. Об этом свидетельствует множество археологических находок, останки лошадей и повозок. Коневодство полностью изменило жизнь наших предков. Появилась великая кочевая культура. Историки даже шутят, что нашим предкам было просто лень передвигаться, поэтому они придумали себе такой транспорт. А сейчас я подъезжаю к древнему жилищу, где жили наши предки. И попробую узнать, что было и как они жили за много лет до нашей эры. Спасибо тебе, друг. Ты был мне верен в последние 15 минут. Так, пожалуй, приступим к экскурсии. Мы находимся на входе в реконструированное Батайское жилище. Такие жилища строились 6 тысяч лет назад, то есть это 4-3 тысячелетия до нашей эры. Первыми используют такие вот типы жилищ, овального. Это представители Батайской культуры. Если далее пройдете, вы можете увидеть как раз внутреннее убранство жилища. Прохладное место. Тут есть климат-контроль. Да, здесь прохладно. Сама конструкция, она позволяет сохранять прохладу и при этом тепло сохранять. Так, это у нас древняя плита, да? Это, да, можно сказать, что это так. Это прото-тандыр, где Батайцы обжигали керамику, готовили кушать, просто грелись, например, зимой. Лакшери ковры, да? Это шкуры лошади, их обкладывали, то есть ложили на солому. Это спальная зона. Это у нас как раз-таки череп прирученных лошадей, да? Да, череп Батайской лошади. Скажите, вот по какому признаку определяли, что лошадь приручена была именно здесь? Археологи определили с помощью, получается, деформации на задних зубах, когда надевали уздечку, то есть она постоянно терлась о задние зубы. Происходила деформация задних зубов, и уже можно было говорить о том, что батайцы приручили лошадь, которую мы сейчас называем именно батайской лошадью. Приехать в северную казахстанскую область и не посетить этого места просто нельзя. Это место называется мемориальный комплекс Харасай и Ахантай-Батыр. Расскажите, пожалуйста, вот это, что у нас такое? Это родовый знак. Полмис и талисман. У аргинах два глаза с этой стороны. Потом уже с этой стороны похоронен у нас великий батир. Харасай-Батыр, а с этим под куполом похоронен этот Ахантай-Батыр. Хазбек-Бегул Тауасар, у него книги написаны «Мен-Бабам» Харасай, этот Ахантай, похоронен между Айртау и Баянтау. Айртау вон, да, вон, Баянтау за сопками там. Сюда заходят люди разных вероисповеданий. Я прям удивлен, вот я так смотрю, как будто христиане вроде бы зашли. Видимо, это место по-настоящему священное. Давайте тогда пройдем. Пойдемте, ребята. Такое раньше копье держали, вот такое копье, когда воевали. И копье, алтоглаш, говорят, вот так 6 раз. 6 раз, вот так. Вот так 6 раз, алтоглаш, алтоглаш, наиза, держали. Так, высота получается у нас 16 метров. Я слышал, что эти башни сделаны в виде шлемов. Это правда? Да, правда, в виде шлема, а внутри на юрца похоже. Вот сейчас мы находимся на поселении Батай. Оно имеет площадь около 20 гектаров. Уникальность этой конструкции заключается в том, что она имела два выхода. То есть на восток и на запад. И можно было выходить непосредственно в центральную часть поселения и выходить на территорию загона, где держали батайских лошадей, где можно было непосредственно добывать, производить кумыс. И, проще говоря, мы здесь называем ее как кумысный. То есть здесь хранился кумыс, изготавливался. Это у нас что? Что-то современное или батайское? Вот, получается, археологи оставили. Это берцовая кость батайской лошади. Вот здесь, получается, отверстие делали, высверливали. И могли использовать как рукоять. То есть костяная рукоять. Сюда вставлялся каменное стриё. И можно было использовать как нож. Получается, я сейчас поучаствую в раскопке? Да, да, вы нашли. Они могут эти кости куда-то сдать за деньги и заработать? Нет, нет. Они носят историческую ценность. И заработать на них не заработаешь. Артефакты, выносимые из археологических раскопок, это уже уголовные наказуемые идеи. О, просто я. Так, тогда я лучше положу это на место, потому что у меня впереди еще целая жизнь. Вот мы зашли, ребята. Здесь покоятся прах великих казахских батыров Харасаи, Алтанайуа и Архан Агантая. То есть чаще казахскую землю от врагов, посягавшись на нее, так в 17 веке, 49 из 73 лет своей жизни, они провели. Харасаи батыр со своим полубековым другом Агантаем в отражениях. Это что? Здесь, когда в 2001 году Ельбаса после строения пришел, посмотрел, мы от него послание попросили написать. И капсулу положили сюда. Сюда? Да. Я спрашиваю от президента, кроме того, президента, когда ваше это можно послание почитать? Он Аллах же сам. И тогда мы откроем, пускай почитает наши будущие. А сейчас же наши независимые уже 30 лет же, да? Да. 30 лет. 30-70 лет. Оставалось, да? Наши дети его уничтожили. Это талисман. Бисмиллах иррахмам иррахим. Мы только от человека охраняем. А если наводнение, землетрясение, мы не сможем его охранять. Кому должен обратиться? Всевышнему. Чтобы наш проект заработал на все мощи, надо начать это дело со словами бисмиллях иррахмам иррахим. Здесь покоится наш прах, это великий батыр, карасай батыр. Шапраш карасай батыр написан. Просто рот написан и батыр этот карасай. Сын Алтная. А вот этот камень оставляли, образованные святых людей, вставляли вот такой камень. А если вот такой еще камень стоит. Вот этот сверху? Да, сверху. Значит, он не только светлый, он батыр. В виде седла? В виде седла. А вот этот кулпатас от орнамента узнавали, с какого рода похоронен человек. Смотри, там ласточка и гнездо. Это у нас Агантайватар похоронен. Агантайватар. Посмотрите сюда. А вот видите, здесь по-другому седло. Здесь, от юга, казахские седла. В северной Казахстане, в северной стране они железами делали. Вот так. Ага, вот это отличие. Да, отличие было, да? Ау, савидин ага, эль кенрахэнсэзге. Сегодня я узнал много нового, исторического. Наши предки были такие большие, храбрые и разумные. Я просто удивлен. Да. Спасибо. И вам тоже спасибо, что благо ваше дело. Ага, ровно. И вот я выполнил одно задание и получил уже следующее. Итак, встретиться на пляже с Жадрой для выполнения следующего задания. Вместе. Все хорошо, выполнил вместе. Насколько вообще популярны подобные места для туристов? Сюда каждый день приезжают к нам и туристы, и школьники. Просто посмотреть. Даже иностранцы приезжают у нас. Из Великобритании приезжали, из Латвии, Литвы и так далее. И они приезжают сюда посмотреть. Вот именно то место, где человек впервые одомашнил лошадь и стал летать по степи. Сейчас я стою на этом месте, на котором, представьте себе, 6 тысяч лет назад жил какой-то человек, какой-то пастух, у которого нашли утяжок, у которого была здесь своя жизнь. На самом деле это захватывает дух. Друзья, мы приехали на археологическую базу, куда наши ученые и археологи привозят все свои находки. Самый ценный, да? Вот, например, наконечник дротик. Он обломанный. Очень острые края. Вот вы можете обратить внимание, да? С помощью дротиков, металлов, животных. Вот керамические, осколок керамической посуды. Вот орнамент, видите, вот нанесенный. Вот я вот хотел бы вам показать как раз вот метательный снаряд. Очень интересный. Вот который я вас запущу за эту шутку. Да, это метательный снаряд. Он называется Болас. Вот это скребок каменного орудия. Попробуйте разрезать. Видите, до сих пор сохраняет свои режущие качества. Кольнич, спасибо вам большое за такую подробную экскурсию. Но мне пора получать следующее задание. Вот оно. Посмотрим, что это будет на этот раз. Следующее задание вы получите на пляже с Романом вместе и будете его выполнять. Друзья, встретимся на пляже. Друзья, встретимся на пляже с Романом. Друзья, встретимся на пляже с Романом. Друзья, встретимся на пляже с Романом. Где же, где же? А, Машка! Почему так долго? Я так рада тебя видеть. У меня сегодня было суперсложное задание. Я поднималась в гору. Но это было просто... Надеюсь, у тебя силы остались выполнить наше последнее задание совместно. Я надеюсь, в этом задании не надо будет сильно напрягаться. Давай посмотрим. Очистить дикий пляж от всего мусора за 15 минут. О, это интересно. Это экологично. Ну, рада, что это хотя бы доброе дело. Давайте. Даже реквизит подготовили. Я так понимаю, что выиграет тот, кто соберет больше мусора. Итак, мы приступаем к делу. Я готова вступить в эту схватку. Все, ехала. Да нет шансов. Давай мусор. Все, мы приготовились. Вы готовы? Вы готовы? Режиссеры готовы? Народ, вы готовы увидеть самый чистый пляж в СКО? Самый дерзкий пляж! Ну-ка, скажите, да? Да? Е-е-е, поехали! Заверемся. Я считаю, что можно немного сменить тактику для большей эффективности. Попросить мальчиков оказать мне помощь. Никто не говорит, что этого нельзя делать. Главное, чтобы они мне не сказали. Мальчики, вы можете, пожалуйста, мне помочь? Я на время собираю мусор, мне нужно как можно больше собрать. Осталось всего 5 минут. Давайте, вы выберете звездой Ютуба. А сколько подписчиков в Ютубе? Много. На, быстрее, времени мало, 5 минут, пошел! Вот это куча! А-а-а! Спасибо! Окей, признаю, это было мое поражение. Возможно, с помощью других, но она выиграла. Окей. Итак, давайте приступим к наказанию. Посмотрим, что приготовили нам. Загореть за 5 минут до черноты. Это что? Там еще есть реквизиты. Смотри. А, вот он. Уголь. Что, когда, как? Вот, смотри, вот. Вы, ребята, серьезно? Вы хотите, чтобы я это сделал? Арман, давай, 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 давай. Я в тебе верю. Так, так, так. Ты же хотел загореть на Эмонта? Вот, пожалуйста. Все хорошо. По таким солнцам не жалко загореть. Так, ребята, поехали. Раз, два, три. Загорел? Загорел? Где идет? С вами был проект «Скинем акацию» и я выполнил это наказание. Режиссеры, я вам отомщу. Ребята, смотрите нас на YouTube. Не забывайте ставить лайки, подписки и присылать нам свои задания и наказания в комментариях. Жанны лучшие будут получать призы, и мы будем их выполнять. Все, точно. Чунга-чанга, я вымонтал. Чунга-чанга, я проиграл. Все, ребята, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова